Еще раз всем привет, но расскажу, наверное, как я узнал тебя вначале. Изначально мне порекомендовали тебя два человека, две Дарьи, одну из них ты разбирал. Посоветовали они, потому что мы учились с ними вместе, они знают мои проблемы и посоветовали мне тебя, сказали, что сможешь подсказать, как ты направишь, как бы лег на человека. Так мне 24 года, занимаюсь веб-дизайном, делаю сайты для компаний, для экспертов. Сам себя покопал и понял, у меня есть такая, типа, нехватка энергии почему-то. Хотя я ставлю себе цели, которые меня зажигают, но как будто вот что-то, вот какая-то залочка есть. Хочу понять, почему у меня мало энергии какой-то. Не знаю. Так всегда было у тебя? Ну, не знаю, по ощущениям, как будто лет, ну, 7-8 почему-то, мне кажется. Последние 7 лет у тебя нет энергии? Ну да, как-то такое. Не знаю, там в компании даже ребята замечали то, что там какой-то малоактивный, почему-то, не знаю, душнилой меня называли тоже. Расскажи мне про своих родителей, пожалуйста. О, ну, в принципе, вот это та тема, которая мне очень откликнулась в разборах, когда были в кальянной, я даже себе выписал это. Так получилось, что когда мне было 6 лет, у меня родители развелись, ну, при мне они поругались, я это отчетливо запомнил. И в тот же вечер я, ну, вначале я как бы ушел с мамой, и потом через, не помню, может быть, неделю, ну, какой-то такой промежуток небольшой, я сказал, что, типа, хочу обратно, типа, с отцом пожить, ну, меня спокойно отпустили. Жизнь с отцом, конечно, это было для меня какое-то испытание, потому что любой мой какой-то посыл, настрой, он жестко блокировался, и мне кажется, именно в этом как бы и есть, ну, вот эта вот, сдержанность моя. Потому что любое мое начинание, то, что я, например, хотел заниматься, там, одним видом спорта, он говорит, нет, ты не будешь это делать, отдавал меня вообще на какие-то другие виды спорта. Ну, я туда, естественно, не ходил, пропускал, за это, естественно, там, получал в детстве. Потом было очень много ситуаций, когда, ну, как-то он меня наказывал, просто ни за что, там, из серии, я не знаю, там, проснулся ночью, там, в туалет сходить, извините, что так, с подробностями. У меня это могли, там, ремня дать. Один раз был такой телефон-слайдер Nokia. Вот мне его, короче, кинули в лоб за то, что я принес, ну, там, что-то одну тройку домой. Чувствуешь ли ты, что ты зависишь от других людей? То есть тебе, например, нужен какой-то партнер рядом, друг, там, товарищ, есть ли у тебя такой? Ну, я думаю, больше да, чем нет. Но при этом у меня сейчас нет друзей. Ну, я такой сам по себе, я не знаю, не сказал бы, что я какой-то социофоб, потому что, ну, пообщаться, новые знакомства, это я все люблю, поддерживаю. Есть пять основных травм людей. Да. Пять травм. В чем там смысл? В том, что, когда с нами что-то происходит, там, до трех лет, ну, там, до трех, до шести лет, мы получаем какую-то основную травму сильную, которая влияет потом даже на внешность нашу. И исходя из того, что ты такой вот худенький, я могу предположить, что у тебя либо травма покинутого, либо травма отвергнутого, да? Ну, скорее всего, так как у тебя проблемы с кожей, а проблемы с кожей – это психосоматика, типа, не прикасайтесь ко мне, это все-таки травма отвергнутого. Вот. Что с этим делать? Смотри, в каждой травме есть маска. То есть вот мы, когда какую-то травму прошли в детстве, мы надеваем маску. Все пять видов травм есть у всех у нас, просто есть какая-то одна ключевая. Тебя, скорее, ты, типа, все, ты нам не нужен, да, вот, ты это считал, да? Ты это перепроживаешь, эту ситуацию, и делаешь другие выводы. Потому что, если ты это до конца не прожил, ты из раза в раз будешь создавать, похожие ситуации, как из детства, не понимая, как зафиналить эту ситуацию. Объясню, смотри. Вот ты, когда фильмы смотришь, или там сериалы, вот есть определенная сценарная арка, так называемая, да? Все начинается с завязкой. Завязка, как правило, это какой-то конфликт. Да, то есть если нет конфликта, сюжет не двигается, согласен? Да, да. То есть я окей, мир окей, все окей, как бы, ну, как бы и сценария-то, по сути, нет, ну, как бы и нечего смотреть. Но когда есть какой-то нерешенный вопрос по высшей воздухе, ну, сценарий развивается. Вот, соответственно, все начинается с завязки, да, то есть как бы есть главный герой, да, там, Даня, с которым что-то происходит, и ожидания не сошлись с реальностью у Дани, либо же его конфронтирует кто-то, ему говорят что-то, ему дают какие-то указания, то есть что-то происходит, вот, это завязка. Дальше. Второй этап – это активная фаза, либо развертывание сценария. Это когда накаляется эмоциональный пик, накаляется вся вот эта вот ситуация и доходит до предела. Вот здесь вот предел. Оно пока же не решается, вот, а если что-то не решается, оно накаляется. Дальше по законам Вселенной, законам жизни, все равно как-то это должно разрешиться, да. Последняя фаза – это выход из сценария, то бишь разрешение. Мне очень нравится, вот, есть такой философ Жан Бадриар, французский, кстати, вот он написал книгу «Симуляк и симуляция», по которой «Матрицу» придумали. И у него вот есть очень прикольное философское изречение, которое мне прямо откликается, что любая система, которая накаляется, она стремится к эокуляции. А он это в каком контексте описывает? Вот когда, например, есть две страны, у них накаляется напряжение. Единственный вариант разрешения конфликта, если его дошло до пика, это эокуляция. Эокуляция. Эокуляция в контексте войны – это, ну, например, ядерный взрыв, который все нахуй сметает, все, и мы все начинаем заново, да. Понимаешь, что говорят? Да, да. В контексте человеческих взаимоотношений эокуляция – это когда происходит либо уже прямой конфликт, ты на 100% выговариваешься, эмоция выходит, да, эокуляция, да, то есть из тебя все вышло. Что происходит, если мы на каком-то из этапов прерываем сценарий по разным причинам? Вот смотри, вот, что произойдет, если мы, например, вот здесь прерываем сценарий? То есть мы не разрешили, мы недовысказались, мы не допрожили это, мы не вытащили это, мы не довели до точки и не кончили. Было ли у тебя такое, что, например, вот ты любишь девочку, да, какую-то, тебе нравится девочка, и она тебе говорит – я тебя люблю, но мы не можем быть вместе. Вот эта фраза, она человека ставит в тупик. То есть это неразрешимый сценарий. Типа я тебя люблю, если ты меня любишь, так давай быть вместе. Но при этом вторая часть фразы – мы не можем быть вместе. И у человека диссонанс, все, он биполярка, блядь, включается, понимаешь? То есть, получается, тебя любят, но вы не можете быть вместе. У тебя куча вопросов сразу. И ты что, ты начинаешь быть созависим от этого человека. То есть вы все, у вас сцепка происходит. И такая же сцепка, когда неразрешенная ситуация в голове, в прошлом, такая же сцепка может быть у тебя. То есть что-то произошло, это не завершилось, и эта сцепка, она осталась. И ты туда сливаешь энергию, качаешь эту ситуацию своим вниманием, своей энергией. Вот куда энергия-то уходит, понимаешь? Вот я к чему веду-то. Туда сливаешь энергию, фокус внимания туда направлен в прошлое, да? А она тебе энергии-то не дает в обратку, понимаешь? Ты только туда сливаешь, перепроживая это, но не до конца. И отвечая на мой же поставленный вопрос, что мы делаем-то в жизни? Нет, мы создаем похожие ситуации, то есть тот же самый сценарий. То есть мы ищем актеров, которые похожи на роли, которые там были в этой ситуации. И мы пытаемся прожить опять эту ситуацию. Каждый раз мы попадаем в этот цикл, понимаешь? Из раза в раз мы проживаем одну и ту же вот эту вот пластинку. Да, у меня даже в голове, ну, не знаю, сросло. Я вначале подумал, что эта ситуация, ну, как бы меня особо не триггерит. И, типа, как она может являться. Но когда вы сказали, что эти ситуации повторяются, я так что-то сопоставил с тем, как я прекратил общаться со своим лучшим другом. И, в принципе, ну, мне кажется, я вот именно так же и оборвал, как бы, все общение и так далее. Но как-то похоже, как будто ситуация. Я уверен, что не только с другом, там, с девушками. Да, да, я имею в виду всплыл образ сразу этой ситуации. Все мы, животные, живем по какому принципу? Импульс, отклик. Это значит, что мы как роботы. Нам кинули какой-то импульс. Мы тут же, не думая, откликаемся на него. После отклика включается какая-то стратегия поведения. Причем эту стратегию поведения мы же не выбираем. Она уже есть у нас. Это такая нейронная дорожка в голове у нас, да, которая протопталась в течение нескольких лет, а то и десятков лет. Причем начало протоптывания этой тропинки, я уже говорил, в большинстве своем до шести лет. И как это происходит, протоптывание этой тропинки? С нами что-то происходит в детстве, и мы делаем вывод, будучи маленьким мальчиком или девочкой, да. И этот вывод, он, будучи маленьким, сделанным маленьким мальчиком, маленькой девочкой, он неадекватен в большинстве своем. Потому что у нас не то, что обедненная модель мира и себя, она вот такая, блядь, она маленькая. Вот что мы знаем о себе и о мире, понимаешь? Так как мы этот вывод сделали, мы выбираем определенную реакцию. Вот эта стратегия, она тянется и во взрослую жизнь, и мы даже не ставим под вопрос эту стратегию, потому что она же до этого работала, ну как бы и хер ли ее под вопрос ставить. Это люди какие-то не такие, со мной это все нормально, да? Чтобы хоть что-то поменять в своей жизни, перейти в позицию «я плюс, мир плюс». Иначе, если у вас позиция «со мной что-то не так, а с миром все окей», либо «со мной все окей, с миром что-то не так», это позиция манипулирования и детско-родительских отношений. Это либо ты будешь спасателем, либо жертвой, либо палачом. То есть это манипуляция. То есть это неэффективно, неадекватно в любом случае. Но когда мы воспринимаем себя «окей, мир окей», мы уже, как я объяснял, диссоциируемся назад, не испытывая эмоции, пытаемся понять, что происходило вообще, что происходит. И мы уже все воспринимаем как факт. И мы можем, самое главное, этим управлять. И вот чтобы научиться управлять своей жизнью и перестать вести себя неэффективно, неадекватно, первое, что мы делаем, мы отслеживаем наши неэффективно, неадекватные стратегии, паттерны поведения, как твой, например, да, там, избегать, убегать от проблем, да, там, обрубать отношения с людьми, обижаться, там, все, как-то, да, вот какие-то вот неадекватности твои, да. Дальше мы пытаемся разложить ее на составляющие. Какой у нас мотив в этой стратегии? Какой мотив у людей, которых мы вовлекаем в эту стратегию? Что мы хотим получить в этом? А хотим мы всегда, ну, одних и тех же вещей. Я объяснял, да, что есть потребности человеческие, половые, социальные, да. Тебе, там, 9 лет, ты хочешь в школу, да, тебе хочется внимания, как любому ребенку. Вот ты это внимание можешь получить экологично или не экологично. Вот экологично ты выиграл Олимпиаду, тебе поаплодировали, все, пятерку, блядь, медальку дали, все, ты молодец, да, там, и на доску почета повесили. Неадекватно получение внимания. Это ты взял, там, эту булавку, блядь, положил, там, эту, блядь, на стул, да, там, учительница села, все, там, и все такие, ой, начали ржать, и все. Вот это неадекватное поведение, потому что неэкологичное достижение того, что ты хотел, важности и внимания, да. И в жизни у всех так же. То есть мы хотим одних и тех же вещей. То есть для тебя это единственная правильная модель поведения, что если что-то случается, то есть причем стратегия же какой-то триггер запускает, то есть есть какой-то спусковой механизм, который запускает вот этот сценарий. Это может быть слово, фраза, ситуация там. Стратегия пошла, все, она разворачивается. Это как программный код. Ты старт нажал, все, и пошла этот, загрузка, блядь, да, и пошел сценарий, вот. И там другого сценария и не может быть, потому что ты другого-то и не знаешь. Вот, и ты начинаешь его отыгрывать, и он доходит до той точки, где дальше непонятно, что дальше там. Потому что он-то тогда-то оборвался, помнишь, я тебе говорил, да, в детстве. То есть, а как дальше-то? Тебя не научили. И поэтому ты из раза в раз его и повторяешь, потому что ты хочешь его завершить, а ты не знаешь как. Смотри, как работает состояние. Ну, всем объясняю. Подробнее я об этом пишу в книге «Борьба за внимание». Из чего складывается наше состояние? Да, вот ты говоришь, у меня состояние какое-то хуёвое, минусовое какое-то, да. Первое – это физиология. Второе – фокус внимания. Ретий – это смысл, язык, язык описания. И это цикл. Помнишь, я говорил про обеднённую модель мира, да, то есть, как бы, если мы замечаем одни и те же вещи и делаем одни и те же выводы, как бы, в нашей жизни ничего не меняется, как бы, да. Это как, знаешь, это как телеканалы. Вот, в телевизоре есть 100 каналов. Это твой выбор, какой смотреть. Ты можешь смотреть первый канал, а можешь смотреть ТНТ, понимаешь? Это твой выбор. Это и есть фокус внимания, ты им управляешь. Где можно разорвать цикл? Это язык описания. Интерпретация ещё это называется, да. Все события в жизни любого человека, они на самом деле нейтральные. Это мы наделяем их каким-то смыслом, и, исходя из этого смысла, мы чувствуем какие-то эмоции по отношению к этому, да. Исходя из твоего состояния, если ты на нуле, условно, да, в минусе, у тебя, как бы, ну, не хватает энергии, скорее всего, ты какие-то события в своей жизни наделяешь каким-то смыслом, который сосёт у тебя энергию. Чё скажешь? А матом можно говорить? Можно, можно, конечно. Ну, немножко вахвы. Начиная с самого начала, с вот этой ситуации в детстве, я вообще, ну, как-то... Она почему-то у меня запомнилась в голове, но я никогда не придавал этому значения и не думал, что, может быть, всё с этого и начаться, грубо говоря. Правда, я никак не думал, что эта ситуация как-то связана, потому что я её даже никогда не обсуждал и никогда особо не придавал значения. Почему мы чему-то не придаём значения? Да, вот смотрите, вот если бы вы чему-то придавали значение, ну, как бы, я думаю, что если бы это лежало в фокусе вашего внимания, в сфере вашего влияния, вы бы с этим уже что-то делали, согласен? Конечно, конечно. А когда проблема лежит как бы в слепой зоне, ну, поэтому вы можете и не замечать этого, не понимать поэтому, да, то есть, ну, в этом-то и задача человека рядом, там, эксперта какого-то, да, там, и специалиста, который вам это подсветит, укажет и с вами вместе с этим поработает. Да, это сто процентов. Когда у тебя ресурсы больше выработается, ты деньги зарабатывать будешь другие. Это прям прямая параллель. То есть, это, да, не навык какой-то, который надо изучить. Больше энергии равно больше денег, больше влияния на людей, больше качества другое взаимоотношение с людьми появится. Понимаешь? Да, сто процентов. Да. Спасибо большое. Спасибо тебе. Спасибо.